Все. Владыка, благословите. Дорогие отцы, братья и сестры, приветствую вас на нашей очередной конференции из города Душанбе. И сегодня я хотел бы рассказать, поговорить о старце Тихоне Галенкове, который подвязался на Святой Горе по происхождению был русским и являлся одним из духовников, наставником преподобного Паисия Святогорца. Преподобного Паисия практически все знают, читали о нем, смотрели о нем фильмы. И я тоже в свое время и читал, и смотрел, но, к сожалению, в свое время не обратил внимания на этого замечательного дивного подвижника Божия, который подвязался на Афоне. Отец Тихон, я о нем узнал тоже из интернета, случайно увидел небольшой ролик, где современный нам Афонит рассказывал о том, как отец Тихон говорил о смирении. Он говорил, что мы увидим в аду многих, увидим и архиереев, увидим священников, увидим монахов, увидим тех, кто молился и тех, кто постился. Одних мы не увидим здесь, мы не увидим людей смиренных. И вот эти слова о смирении потолкнули меня на то, чтобы познакомиться поближе с отцом Тихоном, потому что смирение – это один из фундаментов нашей духовной жизни, от которого мы должны отталкиваться. Смирение – это то, чего недостает людям, которые сейчас уходят из церкви, о чем говорил Владыка на прошлой конференции. И поэтому сегодняшний рассказ об этом удивительном подвижнике благочестия. О преподобном Паисии Святогорце говорили многие отцы. Почему-то мне не листается отец Константин. Попробуйте пробелом или еще чем-нибудь. Стрелочками не листается. Вы можете, в принципе, трансляцию… Мысль прокручивать колесиком, толчком. Сейчас, одну секунду, я прошу прощения, видите, это первый раз, поэтому… Хорошо, я тогда пока без презентации, сейчас мы подумаем. Значит, о преподобном, то есть о старце Тихоне говорил недавно почивший митрополит Черногорский «Анфилохий». Он тоже его лично знал в свое время, когда был на Святой горе. Он писал так о нем. Это был замечательный русский подвижник. В этом старце, который 60 лет прожил в пустыне, было столько смирения. Его язык – смесь церковнославянского, русского и греческого, какой-то эсперанто. Но душа. Его глаза мне не забыть. Такое смирение бесконечное, такая любовь, такая чистота души, такая радость, которая осталась в моей душе от встречи со старцем Тихоном. Вот эти слова митрополита Амфилохия. Конечно, о нем много писал и много вспоминал его духовное чадо преподобный Паисий Святогорец. Он говорил, что старец достиг такого духовного состояния святости, потому что очень полюбил Христа, смирение и бедность. Родился будущий подвижник в 1884 году в русском селе Новомихайловка, который располагается на территории современной Волгоградской области. Он обошел около 200 русских монастырей, побывал на Синае, в Палестине и в 1908 году в возрасте 24 лет пришел на святую гору Афон. Старец Тихон проявил себя как строгий, даже суровый аскет, возлюбивший небеса. Во время молитвы он обильно ронял к ногам распятого свои слезы. Спал на досках, носил заштопанную одежду, водил дружбу с горными зверями, подобно преподобному Серафиму. Он сам выкопал себе могилу. Смерти он не боялся и постоянно славил Бога. Его облик был, как будто не от мира сего, просветленным, мирным, радостным и благодушным. Предвидя свою близкую кончину, он ожидал ее без страха. Земной ангел, небесный человек. О нем писали многие и много. И хотя глубины его сердечной сокровищницы остались сокрыты для нас, они доподлинно ведомы только сердцевецу Богу. Приведу достаточно подробное жизнеописание старца, составленное иеромонахом, агафангелом, Калафатисом. Родители отца Тихона были благочестивыми людьми. Они сохранили знаменитое русское благочестие прошлого, то есть 19 века. Старец говорил о своей матери, что она была святой женщиной. В среду и пятницу ничего не вкушала, все свое время посвящала молитве, и из ее глаз непрестанно текли слезы. Сам он тоже имел дар слез. Слезы были его ежедневной пищей. Он верил, что слезы есть знак божественной милости и что с их помощью омывается душа. С детства ему нравилось посещать монастыри. Он не мог дождаться, пока и сам получит Божие благословение оставить мир, чтобы приблизиться к Богу и посвятить себя молитве. Потому что ничто тленное не радовало его. Он жаждал небесной вечности и нескончаемой радости. Когда он выучился грамоте, его любовь к целомопению и церковной музыке вскоре сделала из него замечательного певца. Он всегда ходил в церковь и пел в хоре, став через некоторое время и регентом. По благословению своих родителей он решил посетить Иерусалим и Святую Гору. Боголюбивый юноша отправился в путь вместе с другими паломниками. Когда он прибыл в Константинополь, то познакомился с экономом русской святогорской кельи Борозери. Вот она на экране, на афоне. Это одна из русских келей, которая существовала в 19-м, в начале 20-го века. Сейчас она принадлежит тоже грекам. Эконом спросил его, хочешь ли стать монахом? Хочу, ответил он. «Делай поклон и с сегодняшнего дня ты являешься послушником нашей общины святителя Николая». С великой радостью и слезами благодарности юноша попросил отпустить его поклониться сначала святым местам. Совершив паломничество в Святую Землю, он вернулся на Святую Гору и присоединился к братью Борозери на Святой Горе Афон. Через год его постригли в монахи. Любовь к безмолвию и жажда подвигов заставила отца Тихона оставить добрую братью из Китая и поселиться в самом суровом месте Святой Горы Корули. Здесь он прожил в пещере приблизительно 15 лет. Его подвиг был суровым и неославным. Он делал свыше 600 поклонов за ночь. Ел один раз в три дня, а часто и однажды в неделю. Постником он был особо строгим, об этом тоже вспоминает преподобный Паисий. Он пишет в частности, что каждое Рождество старец покупал себе одну селедку, чтобы все радостные дни святок проводить с разрешением на рыбу. То есть одну селедку он целую неделю ел, то есть 12 дней даже получается. Однако скелет от нее он не выбрасывал, а подвешивал на бечевке. Когда приходил господский или богородичный праздник и разрешалась рыба, он кипятил в пустой консервной банке немного воды, два или три раза окунал скелет селедки в воду, чтобы вода начала немного пахнуть и затем бросал в нее немного риса. Так он соблюдал разрешение на рыбу и осуждал себя за то, что в пустыне даже рыбный суп пьес. Скелет он затем опять подвешивал на гвоздь до следующего праздника, вываливал, пока тот не становился белым и только тогда выбрасывал. Такое удивительное посвечество было у старца Тихона. Вот на этой фотографии в центре фотографии изображен отец Тихон и на заднем флане преподобный Паисий Святогорец. Каждую субботу он ходил причащаться в скит Святого Георгия и потом сразу возвращался в свою пещеру. Его пещера находилась у основания скита Святого Георгия и сохранилась до наших дней. В скиту Святого Георгия жил тогда один мудрый, его имя не называется, и по жизни и по Богу старец, которого он называл своим учителем. Этот старец давал ему каждый месяц по Святоотеческой книге. Возвращая ее, отец Тихон должен был рассказать ее содержание, а также то, что он из нее понял. Если ответ был неточным, старец не менял ему книги. Таким образом он изучил труды всех святых отцов Церкви, святителя Иоанна Златоуста, святителя Василия Великого, святителя Григория Богослова, преподобного Симеона Нового Богослова и других. И особенно ему полюбился естественно преподобный Симеон Новый Богослов, потому что он один из толпов, один из учителей Иссихазма. Когда началась Первая мировая война в 1914 году, началась мобилизация русских монахов на Афоне, то есть монахов тоже призывали в армию, отец Тихон также пришел в русский скид Фиваида, и представители власти, увидев его, они хотели тоже его призвать в армию, но когда они его увидели, как бы лишенного тела, начали расспрашивать, где и как он живет. Корольский пещерник внушил к себе такое почтение, что они отпустили его, чтобы он продолжил свой подвиг и молился за них. Он немедленно вернулся в свою пещеру, теперь еще больше предался аскезии и молитве, чтобы восполнить и укрепить своих сражавшихся на поле брани братьев, а тогда призвали очень много русских монахов, единицы остались на Афоне из приблизительно 700 монахов, которые тогда уехали, назад вернулись только 2-3 человека. Одним из них был старец Афанасий из Келес Креста в Протате, который был очень близким другом отца Тихона. Бог благоволел, чтобы он передал свой дух у меня на руках. Впоследствии отец Тихон много рассказывал мне о нем. Это пишет преподобный Паисий. Тот имел непрестанную умную молитву. Он молился и днем, и ночью, не переставая призывать Бога, даже тогда, когда разговаривал или спал. Когда отец Тихон рассказывал об этом, то обмолвился и о себе. И я, дитя мое, когда сплю, сердце мое произносит молитву. Когда творишь молитву, сказал он мне, сердце твое должно прилепиться сверху к молитве. И он изобразил это пальцем на стене, как клей склеивает. После 15 лет аскетических упражнений старец оставил королю и переселился в район Калиагры. Здесь ему было видение пасхальной ночи, и он с радостью пропел все последование воскресения Христова. На следующее утро пришел его духовник и сказал ему, чтобы он пошел в монастырь Ставра Никита, которому была приписана его теле, и принял рукоположение во священника. Он так и сделал. так как в Калиагре не было церкви, он с великим старанием и благоговением начал ее построить. Денег у него не было, и поэтому он решил пойти в Корею искать пожертвования. И тут с ним случилось очередное чудо в его жизни. По дороге он встретил одного монаха и сказал ему, что хочет построить церковь в честь Святого Креста. Однако не имеет для этого денег. Монах был поражен, потому что как раз в этот день получил денежный перевод с тем, чтобы отдать деньги тому, кто хочет построить храм. Радости и волнению отца Тихона не было конца. Он немедленно пригласил строителей и перестроил небольшую комнатушку своей кельи в церковь, которую сильно полюбил. Старец Тихон всегда помнил о своей родине, всегда о ней молился. И он говорил, ну, как и многие старцы в России, что Россия еще несет свою пятимью от Бога, но она все переживет. То есть он тоже говорил о будущем возрождении России. Старец Тихон Афонский представился 10 или по-старому по-новому 23 сентября 1968 года в Келье и Честного Креста. В упомянутой Келье отец Тихон в последние годы жизни принимал монахов со всей Святой Горы, в том числе и будущего старца Паисия Святогорца. Умирая, старец Тихон завещал отцу Паисию свою келью, обещая ему приходить, чтобы увидеться с ним. действительно старец Тихон являлся преподобному Тихону впоследствии. Как вспоминал позже старец Паисии об одном таком случае, цитата, было 10 сентября 1971 года, то есть через три года после представления старца Тихона, полночь. Я творил молитву и внезапно увидел кафетелью входит мой старец. Я подскочил, схватился за его ноги и с благоговением целовал их. Я не понял, как он освободился из моих рук, вошел в храм и исчез. конечно, никто не понимает, как происходят такие события. Их невозможно объяснить логически, поэтому они и называются чудесами. Я тот час зажег свечу в то время, как это случилось, у меня горела лишь лампада, чтобы записать в календаре тот день, когда мне явился старец, чтобы не забыть. Когда я увидел, что это был день его успения, 10 сентября старого стиля, то очень огорчился тем, что этот день прошел для меня совершенно незаметно. То есть преподобный Паисий по своим трудам забыл у дня кончина своего наставника. Полагаю, что добрый отец простит меня, пишет преподобный Паисий, потому что в тот день с рассвета до заката у меня было много посетителей. Я очень устал, выбился из сил и совершенно забыл обо всем. Иначе бы я что-нибудь предпринял, чтобы и себе принести пользу и старца порадовать всеношным день. За 10 дней до кончины старец Тихон попросил своего послушника Паисия, будущего преподобного, прийти к нему в келью священного креста. И старец Паисий тоже вспоминает еще об одном замечательном чудесном событии, чуде, которое случилось незадолго до смерти старца Тихона. «Эти последние 10 дней, последние 10 дней жизни Ира монаха Тихона, которые я провел рядом с ним, были для меня величайшим благословением Божиим, потому что я получил пользу большую, чем когда бы то ни было. Ведь мне была дана благоприятная возможность немного пожить его жизнью и узнать его лучше. Последнюю ночь он непрерывно в течение трех часов держал свои руки на моей голове, благословляя меня и давал мне последнее целование. В один из последних дней его жизни я вышел, чтобы принести ему немного воды. И вот здесь описывается это чудо. Когда вернувшись, я открыл дверь и вошел в келью, он вдруг посмотрел на меня и с удивлением спросил «Ты Святой Сергий?» «Нет, старче, я Паисий». Только что, дитя мое, здесь была Божия Матерь, Святой Сергий и Святой Серафим. Куда они пошли? Я понял, что что-то произошло и спросил «Что сказала тебе Матерь Божия?» «Пройдет праздник и она меня заберет». То был вечер накануне Рождества Божьей Матери 7 сентября 1968 года. И через три дня 10 сентября Старец упокоился о Господе. Заранее узнав о своей кончине, он своими руками приготовил себе могилу и поставив крест, который тоже сделал сам и написал на нем, прозревая время своей кончины, следующее. «Грешный Тихон и романах 60 лет на святой горе слава тебе Боже!» Вот эти слова старца Тихона тоже наподобие слов святителя Иоанна Златоуста, слава Богу за все, он любил очень часто, чаще всего произносил «Слава тебе Боже!» Вот в принципе тот рассказ, которым я хотел сегодня поделиться с вами дорогой владыкой и братьей сапастори и матушей. Отец Владимир, благодарим вас. Вы знаете, ну, мне кажется, все с благоговением послушали этот рассказ и глядя на вот эти фотографии, через которые уже даже чувствуется, передается так, смирение этого великого старца. Представляете, столько лет подвязался и всегда искал тишины, избегал суеты, славы человеческой. Вот. Мы знаем, что он создал храм в честь Чеснока Креста Господня, которого до этого не существовало на Афоне. Для чего он так объяснял? Праздник Креста Возвижного после деньги. Если кто ко мне придет на праздник, все равно пища постная будет, не надо будет что-то скоромное как-то наедаться. Вот. Очень, конечно, любил Крест Крестов. Вы видели на многих фотографиях, он изображается именно с распятием в руках, вот, со слезами всегда лобызал. Он имел платочек, который всегда был мокрым о слез. Также и про его родителей говорится, что люди были, вот, как мы слышали, сохранили древнее русское благочестие. Особенно его мама, она имела непрестанную молитву и имела непрестанный плач. Представляете, мирская женщина, и они с отцом вместе, то есть оба родителя, мечтали, чтобы их сын стал монахом. Мы знаем, что у некоторых святых родителей были против, хотели, чтобы сын женился и прочее. А такие были родители, что были готовы, что их выращенный с большим трудом сын полный сил уйдет от них, не будет им помогать, но он будет молитвенником. Вот такое древнее русское благочестие удивительное. Вот, еще рассказывается о его житии, сам Старис Паисе рассказывает, что он очень долго служил литургией. Не знаю, сколько часов, но зачастую до вечернего. До вечернего литургии заканчивает. Со слезами молился все время, не допускал, даже бывало, ну, из алтаря он всех удалял, но даже из храма бывало, что такие у него были свои воздыхания, но он рассказывал, не помню, или старцу Паисе, или еще кому-то, когда я служу литургию, вот здесь стоит ангел один, вот здесь Серафим стоит, с неба прилетел, а здесь мой ангел-хранитель, то есть он всегда созерцал вот такие силы небесные. А еще один раз, не помню, кто-то из его учеников зашли к нему, а он немножко где-то сорвался и вверх ногами висел, зацепился, там рясы, вот, и кто-то его поднял, говорит, старший, вот ты один живешь, никого нету, вот с тобой что-нибудь такое случится, как бы ты сейчас вот вышел из ситуации? А он, говорит, удивлен, такой по-детски, как, ангел-хранитель, кто бы меня поднял? То есть, видимо, может, были уже такие случаи, и Господь помогал. А именно этот случай, видимо, ангел задержался для того, чтобы услышать, чтобы его ученики услышали. От него очень простые такие слова, что небожители помогают, ангел-хранитель помогает. Вот. И через даже фотографии мы видим, какая такая благодатная, благоговерная тихость во всем этом лике. И мы, конечно, видим, что это действительно настоящий схимник. Как вот он очень тихо, мирно говорит про Россию, что, да, она сейчас страдает, переживет, и потом все перенесет, воспрянет. И мы знаем, что наш современный один схимник тоже про Россию много что говорит, но с таким духом я немножко слежу слова бывшего схимника, но это просто такой наглый. Последний раз, как он сказал, что пусть члены СИОНО до сюда приезжают, а это всем больные, старенькие, надо денег мы им дадим, на дорогу соберем. Вот такая наглость. Митрополита вот так вот пытается унизить, ну, конечно, тем самым себя унижает. А люди, на удивление, слепотствуют, вокруг него собираются и какая-то благодать. Вот такое, скажем так, такая разница у двух людей, которые носят, носили великий ангельский образ. Вот. Ну, я только хотел задать вопрос отцу Владимиру, я не знаю, Сталис Тихон, он прославлен в вики святых местных, может быть, еще. Я вот искал, не нашел информацию, к сожалению. Я слышал, что Константинопольский патриархат рассматривал этот вопрос. Ну, по идее, конечно, нам бы пора тоже нашу церковь прославить. У Старца Паисия не было сомнений и у других святых, что это святой человек. А так как книги Старца Паисия у нас очень много распространены и Старца Паисия очень быстро прославили преподобных, вот, Стой Тихон еще ведь его учитель, он еще смиряется. Божьей Матери являлась немногим святым. Божьей Матери являлась задолго таки. что нас ждет еще, станем, может быть, станем свидетелем прославления. Я был свидетелем прославления святителя Николая, нет, так, не Николая, а, наверное, Серафима Сополева. В Болгарии кто из наших святителей окончил свои? Серафима. Серафима Сополева, да? Да. Вот, и болгарская делегация приехала на наш архиерейский собор, их просьбу удовлетворили, то есть прославили, пропели, по-моему, там Вечно Память поется, а потом еще Величание, по-моему, но, знаете, так благодатно сразу на душе, и я помню, как мы прославили вот у матушки нашего священного мученика Григория Никольского тоже, ну, так сразу утешение, такое благодатное на душе, когда прославляются такие святые, за нас, видимо, тоже молятся. Вот, ну, благодарим. Конечно, есть, по-моему, несколько серий про старца Тихона можем найти, каждый, посмотрите, это действительно большое утешение, ну, а для нас еще, почему в тему, сейчас вот рождественский пост начался, и вот такой пример великого постника нам тоже, я думаю, должен придать сил, чтобы нам хорошо попаститься этот пост, и телесно, и духовно попаститься. Всех благословляю пройти поприще, и ваших прикажан тоже, с пользой попаститься. хорошо, будем расставаться, благодарю за внимание, за усердие, хранится к Господе, Матери Бога. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Продолжение следует...